Смарт-ридинг. Книги в кратком изложении. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили. Авторы – Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Авторы не сразу стали экспертами в области воспитания. Когда-то каждая из них, будучи молодой матерью троих детей, жила в мире постоянных криков, ссор и наказаний. В доме царил такой хаос, что казалось, будто все члены семьи ненавидят друг друга, и их единственная цель – свести с ума несчастную мать семейства. Постепенно Адель и Элейн поняли, одна из причин семейных конфликтов кроется в том, что большинство родителей отрицают чувства детей, навязывая им свой опыт. Другая важная проблема заключается в том, что родители не умеют взаимодействовать с детьми. Зачастую реакция взрослых на жалобу, просьбу или рассказ ребенка не дает развития дальнейшему диалогу. Авторы поднимают вопрос о необходимости наказаний, а также ставят под сомнение эффективность похвалы в традиционной форме. Они предлагают не только теоретические постулаты, но и ряд практических приемов для общения с детьми. Чувства ребенка Существует прямая зависимость между тем, что дети чувствуют и как себя ведут. Если ребенок болеет, он становится плаксивым и раздражительным. Взрослые с пониманием и сочувствием относятся к больному чаду, стараясь окружить его заботой. Однако в ситуации, когда страдания и волнения ребенка не связаны с физическим недомоганием, большинство мам и пап прибегают к крайне неэффективным мерам, засыпают отпрыск вопросами, дают советы, а зачастую полностью отрицают его чувства. Принятие чувств ребенка Прежде всего стоит внимательно выслушать ребенка, по возможности воздерживаясь от комментариев и отрицания его чувств. Не обязательно что-то отвечать, можно молчать или время от времени вставлять междометия вроде «угу» и «хм» или «да», «так», «понятно». Иногда можно перефразировать то, что сказал ваш сын или дочь. «Я его ненавижу», «ты стал относиться к нему плохо». В большинстве случаев ваше внимание — все, что нужно ребенку. Назовите его чувства, продемонстрировав тем самым, что вы их понимаете и принимаете. «Я вижу, ты расстроен». И ле hope». Продолжение следует...